Всем привет! Меня зовут Маргарита Петраченкова, я специалист студии Точка Движения. Мы занимаемся восстановлением, профилактикой травм, также подготовкой к сезону бейкбордистов, бейксерферов, сноубордистов и скейтеров. А сегодня мы поговорим про бейкбординг. Бейкбординг — это интересный, многофункциональный, экстремальный вид спорта. Если вы хотите получать от него удовольствие, то вот несколько рекомендаций. Для новичков обязательно возьмите тренера, ведь именно этот человек поставит вам правильную стойку. Максимально быстро учитесь кататься на обе ноги. Это способствует лучшему развитию ваших полушарий, то есть координации. Быстрее будете прогрессировать в трюках, а также более функционально будете развивать свое тело. Сейчас мы выполним три простых упражнения, которые являются тестами для абсолютно любых досочных видов спорта. С помощью них вы сможете посмотреть, насколько стабильны и мобильны ваши суставы, насколько вы готовы к нагрузке. Поехали! Встаньте на плоскую ровную поверхность босиком. Лучше перед зеркалом, либо поставьте телефон и снимите себя в этом упражнении. Подотягивайтесь правой ногой вперед. Насколько вы это можете сделать? Пять раз. Потом то же самое сделаете левой ногой. Что мы оцениваем в этом тесте? Насколько вы стабильно можете сделать это движение? Если вас никуда не раскачивает. Это раз. Смотрим за своим корпусом. Второе. Мы смотрим за своим тазом. Не уходит ли он у нас в сторону? Третье. Мы смотрим за своим коленом. Не уходит ли оно у нас внутрь? И четвертое. Не шалит ли наша стопа при этом движении? Все это нам нужно оценить для того, чтобы сделать выводы. Если корпус уходит в сторону, то нам обязательно нужно уделить внимание нашему центру. То есть работе с мышцами пресса. Если уходит в сторону таз, то обратите внимание на свои ягодичные мышцы. Особенно среднюю ягодичную, которая будет стабилизировать вас в этом положении. Если уходит стопа, то нужно, естественно, заняться мышцами стопы и голени. Если уходит колено, то здесь вам нужно взять обязательно два региона. И стопу, и зону ягодицы. Сядьте на пятки. Либо вы можете сесть на стул, чтобы зафиксировать ваше положение таза. Руки положите на плечи. Плечи опустите вниз. Вытянитесь за макушкой вверх. Поставьте перед собой телефон на видеосъемку. И повернитесь в одну сторону. Потом повернитесь в другую сторону. Сделайте это движение по 3-5 раз в каждую сторону. И потом посмотрите на видео, в какую сторону ротация у вас хуже. Также, если в какую-то сторону у вас хуже ротация, то вам обязательно нужно работать с зоной поясничного отдела позвоночника и также с зоной грудного отдела. То есть, уделять внимание больше раскрытию этих зон за счет упражнений. А каких? Пишите в комментариях, и мы расскажем. Таньте ровно перед зеркалом или поставьте, опять же, телефон на запись и поднимите правую руку вверх и в сторону. 3-5 раз будет достаточно. И потом то же самое сделайте левой рукой. Запомните свои ощущения в области плечевого сустава, поясницы, грудного отдела и шеи. Теперь мы сделаем правильный вариант выполнения этого упражнения. Вытянитесь за макушкой вверх, грудную клетку немножко закройте, то есть, ваши ребра должны потянуться вниз к тазовым костям. И из этого положения поднимите руку вверх и поднимите руку в сторону. Сравните это движение с тем, которое вы делали только что, на правую руку и на левую руку. А теперь мы утрируем ситуацию, когда после рабочего дня наши грудные мышцы стягивают наши плечи. Мы тянем голову вперед и пробуем поднять из этого положения руку вверх и руку в сторону. И смотрим, насколько ограниченным стало это движение в плечевом суставе, а для некоторых оно даже будет достаточно болезненным. Естественно, мы с вами должны стремиться ко второму типу выполнения упражнения. Когда наша грудная клетка будет в ровном, правильном положении, шея будет длинная и на плечевой сустав не будет такой нагрузки. Делитесь результатами ваших тестов в комментариях. Пишите темы, которые вам было бы еще интересно разобрать в досочных видах спорта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Маргарита из Точки Движения. Кайкуйте, катайтесь и прогрессируйте. Субтитры сделал DimaTorzok